Вот и настало время поговорить о вакцинации, так как на улице у нас уже хорошая плюсовая температура, начались массовые выезды на природу. Своим друзьям мы также не забываем с собой брать, но также стоит не забывать о том, что животные должны быть вакцинированы, потому что контакт с водой, с окружающей средой, там где до этого могли присутствовать дикие животные, ну все-таки велик. Украина у нас, к сожалению, неблагополучна по поводу вирусных инфекций у собак и, в принципе, у других животных. Приходя на вакцинацию, стоит все-таки провести осмотр, услышать консультацию врача, для того, чтобы доктор посмотрел наличие возможных фактов какого-нибудь из заболеваний, так как животные вакцинируются только клинически здоровые. Для этого мы сейчас проведем осмотр, если у нас нет никаких предположений по поводу вирусных инфекций, то мы с радостью вакцинируем нашего маленького четверяного друга. В первую очередь мы обращаем внимание на конъюнктивы, на слизистые оболочки, они должны быть бледно-розового цвета, ни в коем случае не анемичные и не слишком перимонтированные. Также у животного должна быть нормальная температура в пределах нормы. Только такие животные уже подлежат вакцинации. Вакцинируются все животные, не варьируется вид, крупная, маленькая, возраст, в плане там, неважно, то ли год животному, то ли 10 лет, животное, должны быть вакцинированы все. Только таким образом мы снизим эпизотическую ситуацию по поводу вирусных инфекций у нас в стране. Щенки прерываются в 8-9 недельном возрасте первая вакцинация от чумы паровирусного энтерита, вирусного гепатита или петаспироза. И уже в 12 недель мы проводим точно такую же ревакцинацию, при этом включаем еще и вакцинацию от бешенства. В дальнейшем вакцинация проводится в год и потом каждый год, вплоть до полной старости животного. Ну, в принципе, на этом все, будем заниматься вакцинацией. Перший, ты хороший кнопочек. Поддерживай меня, собачка, пожалуйста. Ничего сложного в самих манипуляциях нет. Укольчик один, поливалентные вакцины, которые присутствуют сразу все штабы. Перший. Породинъекции вакцинку потребна нагреть. В месте введения вакцины может быть припухлость и сохраняться приблизительно до месяца. Это тоже нормальная реакция. Также после вакцинации может быть вялость и эпатичность у животного. В течение одного-двух дней само все пройдет. Рвота, понос уже недопустимая реакция на вакцинацию. При таких симптомах следует обратиться в ветеринарную клинику в врачу. Насмотрим, консультацию. На этом все.